Слава тебе, Боже наш! Слава тебе, Боже наш! Слава, слава, слава тебе! Добрый день! Меня зовут Осипов Дмитрий и сегодня мы будем говорить про диалог Иисуса Христа с Самарянкой, который Церковь вспоминает в пятую неделю после Пасхи. Итак, откроем Евангелие от Иоанна, это четвертая глава, и этот рассказ, он начинается с четвертого стиха, четвертой главы. «Надлежало же ему, Христу, проходить через Самарию». Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. «Там был колодезь Иаковлев, и Иисус, утрудившись по пути, сел у колодезя, и было около шестого часа». Все эти подробности очень важны. Христос с учениками, они возвращаются из Иерусалима и идут к себе домой, в Галилею. Но между Галилеей и Иудеей, где находился Иерусалим, пролегает такой регион, называется Самария. И там проживал этнос, который был евреям очень близок, были родственники, по сути дела, но отличались от них в религиозном отношении, самаряне. И как это бывает между малыми народами, между ними была конкуренция, ненависть. Евреи считали самарян еретиками, ритуально нечистыми людьми. Самаряне отвечали им той же монетой. И когда паломники проходили, вот как раз через Самарию, там случались конфликты. И вот здесь мы видим, что Христос подходит к колодезю. Тогда не было там никаких подъемных механизмов. Туда приходили женщины, обычно поутру, неся на голове кувшин с водой, кувшин глиняный. И вот этим кувшином они как-то черпали эту воду. Но дело здесь происходит уже не утром, а написано около шестого часа. А шестой час, по нашему счету, это будет полдень. Это самое пекло. Самое такое время, когда никто не делает никакую работу. Это время отдыха. Потому что там такой зной, что куда-то идти совершенно невозможно. И вдруг, вот в это время, в такой зной, у колодезя появляется женщина из Самарии. Приходит женщина почерпнуть воды. Обычно женщины утром приходят. Почему так? И Христос проявляет инициативу, начинает с этой женщины диалог. Иисус говорит ей, дай мне пить. Ну, у нее раз есть кувшин. А ученики к тому моменту отлучились в город купить пищу. И женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудеей, просишь у меня пить у самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Это как комментарии евангелиста. Ответ женщины. Что она ему отвечает? Как она ему отвечает? Ну, так, дерзко отвечает. Потому что между Иисусом и между этой женщиной пролегает огромная граница. Огромная дистанция. Это дистанция этническая. Это дистанция религиозная. И, наконец, это дистанция, которая между мужчиной и женщиной. Чтобы мужчина начал женщину о чем-то просить. С женщиной вести разговор. Вещь в этой культуре патриархальной совершенно немыслимая. И Иисус переходит какие-то границы. И она ему отвечает с крайней дерзостью. И просто высмеивает его. Как это, говорит, ты, иудей, значит, не боишься тут оскверниться от общения с нами, самарянами, и у меня, женщины, просишь воды? Смеется над ним. Дерзкий ответ. А Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Начинается диалог. И вот смотрите, как интересно. В этом диалоге есть два уровня. Уровень первый – это то, как воспринимает эта женщина. А есть второй уровень – это уровень смысла. Потому что здесь начинается божественное откровение, которое женщина, по первости, конечно, она это не видит и не воспринимает. Христос ей начинает говорить о серьезных вещах. Но как она воспринимает его слова? Она это слышит так, что вот если бы ты… Ты на самом деле, женщина, не знаешь, кто я. Потому что на самом деле я мог бы дать тебе не вот эту воду колодезную, а воду живую. Живая вода – это так называли воду проточную, весеннюю воду. Это по весне она была, а здесь, очевидно, весны нет, и такая проточная вода ценилась очень высоко. Где он ее возьмет? А Христос-то говорит, конечно, о воде жизни. Это метафора, которая говорит о действии Святого Духа, о божественной благодати, которую может дать Христос, если бы эта женщина знала, с кем она говорит. И женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодез, и сам из него пил, и дети его, и скот его? Сам Яков не нашел здесь живой воды, выкопал колодезь. Так ты эту колодезную воду даже достать не можешь, и мне тут рассказываешь про воду живую. Ну, женщина продолжает в своем духе дерзить и его высмеивать. А Иисус сказал ей в ответ, «Вот всякие, пьющие эту воду, вас жаждут опять. А кто будет пить воду, которую Я дам, тот уже не будет жаждать вовек. Но вода, которую Я дам Ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Снова речь о божественном даре мудрости, о божественной благодати, даре вечной жизни, которая будет бить внутри человека. Женщина не понимает этих слов. Но эти слова звучат интригующе. Христос как бы говорит, «А вот Я дам такую воду, которую попробуешь, никогда больше не будешь жаждать. Навсегда твою жажду утолит». Ей стало интересно. Смотрите, какая интересная вещь. Между ними находится граница, которую перейти невозможно. И здесь, и женщина, причем очень негативно, она настроена по отношению к Иисусу. Она видит в нем иудея, совершенно чужого человека. И она, так сказать, не смущается говорить ему всякие довольно-таки наглые вещи. А здесь ей становится любопытно. Ну, любопытно. Она говорит, «Ну, господин, ну дай мне этой воды тогда, раз ты предлагаешь, чтобы мне и не иметь жажды не приходить сюда черпать. Дай». А Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». А женщина сказала в ответ, «А у меня нет мужа». Вот куда заводит их разговор. Вот куда заводит их разговор. Смотрите. То есть, что делает Христос? Как развивается этот разговор? Сначала между ними граница, она его отвергает, а шаг за шагом он ее заинтересовал. И она почувствовала какой-то интерес. Смотрите. И она ему говорит потом, «А нет у меня мужа». Что это такое? Когда женщины делают такие заявления? Намек, конечно. Намек. Вероятно, она как-то по-своему интерпретировала этот его интерес и намекает. То есть, намек, который говорит, что «Да я вот открыта для отношений, нет у меня мужа. Я свободна». Но она совершенно неправильно интерпретирует его слова. Но результатом этого диалога является то, что возникает между ними контакт. Эта граница пройдена. И Христос тогда ей открывается. Дает ей знамение. И Христос говорит ей, «Правду ты сказала, что нет у тебя мужа, ибо у тебя было пять мужей. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». И в этот момент Христос раскрывает главную проблему ее жизни. Эта проблема состоит в том, что она имеет низкий статус. Она женщина, не имеющая мужа. И которая, по сути, имеет статус блудницы. Живет то с одним, то с другим, то с третьим. И тот, с которым ныне она живет, он ей не муж, но он ей уже пятый. И мы понимаем, почему она приходит в полдень набирать воду. Потому что рано утром приходят женщины, замужние, девицы. И она не идет вместе с ними, потому что они ее гонят. Она имеет крайне низкий статус. И они не желают с ней иметь ничего общего. Приходится идти в пекло. Но эта женщина, падшая женщина, по всем понятиям того общества, оказывается, имеет живую душу. Она видит перед собой пророка, оставляет свою прежнюю наглость и развязность, и начинает задавать религиозные вопросы. Она ему говорит, «Господи, вижу, что ты пророк». И дальше задает те вопросы, которые ее волнуют. Вот вопрос. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. У самарян был свой храм на горе Горизим. И они с евреями спорили постоянно, какой храм правильный. Задает вопрос. А Иисус говорит ей, «Поверь мне, наступает время, когда не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». Вы не знаете, чему кланяетесь. Мы знаем. То есть спасение от иудеев. Иудеи правы в этом вопросе. Легитимный храм в Иерусалиме. Но настает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таковых поклонников ищет в себе. Бог есть Дух, поклоняющийся Ему должен поклоняться в духе и истине. Этим храмом становится человечество. Этим храмом станут сами люди, которые приняли Дух Божий. И в истине будет их поклонение, а не в каком-то месте. Христос какие-то глубочайшие вещи раскрывает этой жене. Женщина говорит Ему, «Знаю, что придет Мессия». То есть Христос. Самаряне, видимо, тоже в это верили. И когда Он придет, возвестит нам все. Иисус говорит ей, «Это Я, Который говорю с тобой». Поразительно. Христос не говорил это «Израилю». Он никогда вот так себя Израилю не открывал. Вот этой женщине, падшей самарянке, Он себя раскрывает и не таится. Потом приходят ученики. Ученики приходят, дивятся, что Он говорит с женщиной, а Он говорит им, что «нивы побелели и поспели к жатве». И пришло время нести это слово. И дальше происходит следующее. Потому что эта женщина оставила свой водонос, пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она еще не поверила. Она увидела знамение, но дальше то, что происходит, это удивительно. И она приходит в этот город, стучится к людям и говорит, «Посмотрите, что было сейчас. Идите и узнайте, не это ли Христос?» И вот в 39 стихе написано, «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшие, что Он сказал ей все, что она сделала. Они ей поверили. И потому, когда пришли к Нему самаряне, просили Его побыть у них. Он пробыл там два дня, еще большее число уверовало по Его слову, уже по Его слову уверовало. И женщине той говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос». Это замечательный такой пример того, как Христос проповедовал и как Он нес, обращался к людям. Мы здесь видим, как Он обращается к самарянам, к народу, отделенным, так сказать, в религиозном, этническом отношении, культурном отношении. И что делает Христос? Он из этой среды приобретает в себе одного. Вот преодолев эти границы, проявив эту инициативу, Он входит в контакт с этой женщиной, даже падшей женщиной. И потом, через эту женщину, Он входит в их мир. И эти люди, поразительное дело, оказываются настолько восприимчивы, настолько чисты, чистым было их восприятие, что Он сумел им открыться сразу, и они сразу услышали и поняли, кто Он. Он пробыл всего у них два дня. И не явил он у них там никаких чудес, просто от этого слова одного Он их услышал. И эти люди оказались более прозорливы, более восприимчивы, чем этот самый Израиль Божий. Поразительная вещь. И вот это есть тема воскресения о Самарянке, в которую Церковь ставит вопрос о божественной милости и нашем ответе. Бог проявил инициативу. Он входит в этот мир Самарянки и мир этого города. Но каков ответ? Он находит сердца человеческие, которые ищут истину. Они замутнены греховым, страстями. Но это стремление к истине живет. И поэтому эти люди сумели услышать и принять Христа. И да будет и для нас эта Самарянка благим примером и уроком. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok